Несколько недель тому назад вы с моим коллегой обсуждали тему подписания договора Интерраус с руководством Казахстана о строительстве целых трех угольных электростанций у наших соседей. Мне показалось, что ты тогда достаточно так сдерживал себя. Есть ли какие-то новости сейчас, которые можно спокойно обсудить по этой теме? На самом деле до договора дело не дошло, пока меморандум. Подписано было сначала соглашение между двумя министерствами энергетики в присутствии президентов наших государств, а дальше уже в более такой уютной обстановке выяснилось, что со стороны России участником проекта будет компания Интеррау. Да, речь идет о строительстве трех угольных электростанций. Сейчас будут готовиться технико-экономические обоснования, договоры и так далее, и так далее. Кашита ось Каменогорской семьи, он же Семипалатинск. Что на самом деле интересного во всей этой истории? Ну, то, что Казахстану не хватает электроэнергии, достаточно хорошо и известно, никто это не скрывает. Ситуация такая, какая есть. Средний возраст электростанции в республике 62 года. Дальше, я думаю, комментировать не надо. Время подошло явным образом. Явно проблем именно с тепловой генерацией все больше. Это и размороженный город. Прошлой зимой, надо учесть, что Казахстан, хотя он для нас южный сосед, там, где он с нами граничит, это резко континентальный климат, это не редкость и минус 30, и минус 35 зимой, и снежная бурана, и все что угодно еще. Ну, мы с тобой в прошлом году видели, были свидетелями того, что это было не только в Казахстане, но даже в Узбекистане. Узбекистан это отдельная тема. Значит, давайте разбираться, что происходит. Интерао, если все будет в полном порядке, идет туда в качестве EPC-компании, инжиниринг, в общем, проектируем, комплектуем, строим. Начиная от проекта, подбирают потом поставщиков оборудования и обеспечивают полный ввод в эксплуатацию. Ну, то есть полный цикл. Полный цикл. Будет ли компания входить в совместное предприятие, или это будет чисто казахстанская компания, это, я так понимаю, сейчас переговоры об этом и идут. Вот давайте по порядку, с какой стороны начать. Давайте начнем с запада. Компания Интерао, это наш государственный монополист по поставкам электроэнергии за рубеж. Опять же, не секрет, что до того, как в Европе наступило похмельное утро 24 февраля 22 года, по-разному, День Красной Армии отмечают эти вот так, регулярно шли поставки, во-первых, по электрическому кольцу, Брэл, Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва, и шли поставки в Финляндию. Все было в порядке, но в 22-м году Байден перепугал и Прибалтику, и Польшу, и Финляндию своим заявлением о том, что он намерен добиться того, чтобы Россия вернулась в границу 19-го века. Понятно, что там истерика полнейшая. С перепугу они заявили, что не будут сотрудничать с Интеррау, потому что не хотят платить в рублях. В Интеррау долго думали, какие рубли, кто им что об этом говорил, но что есть, то есть. Кроме того, за всеми этими Прибалтийскими республиками у нас наш эксклав, Калининградская область, и до 1918 года там работала единственная теплоцентраль, Калининградская ТЭЦ-1. Опять же, очевидная и невероятная. Удалось ее построить, достаточно современная, на рубеже веков появилась. Исключительно потому, что глава РАО ЕС Анатолий Борисович Чубайс добыл для этого деньги. То есть, на моей памяти, за Анатолием Борисовичем два добрых дела. Это финансирование советского долгостроя Бурейской ГЭС. И это мог сделать только Чубайс. Кредит компании «Росгидро» был выдан коммерческими банками под гарантии РЖД. Такие вещи мог только Чубайс у нас сделать. Но на этом длинный-длинный список его добрых дел закончен. Одной электростанции было явно недостаточно, тем более, что отношения с Литовской Республикой с момента вступления ее в Евросоюз, в НАТО, стали становиться все более натянутыми. И было принято тихое решение, что электростанций должно быть больше. Проходило это достаточно незаметно для публики. Заявлено было, что электростанции строятся исключительно потому, что в Калининграде будет проходить один из этапов чемпионата мира по футболу. А то, мало ли, вдруг что случится, и мы стадион осветить не сможем. В связи с этим построили три новых газовых электростанций и угольную резервную. Соответственно, теперь резерв по электрической мощности в Калининградской области 100%. То есть электроэнергии хватит еще на одну Калининградскую область, не считайте это намеком. А то, мало ли, кому что показалось. Заметьте, угольная электростанция тоже была построена как резервная. То есть на тот случай, если какие-то перебои с газовым возникают, то в строй входит она. Строилось это на бюджетные деньги, но во всех случаях компанией владельцем и сейчас компанией-оператором является компанией Интернау. То есть опыт строительства угольных электростанций у нее был. Потом у меня такое впечатление, что у них там в штате где-то то ли бабушка Ванга затерялась, то ли Кассандра, то ли Нострадамус какой. Но еще до событий 22-го года Интернау разом в течение одного месяца купила несколько инженеринговых компаний. Семь штук, причем некоторые из них ведущие. И это были компании из числа тех, кто был задействован в Калининградских стройках. То есть комментариев по этому поводу не было, но судя по действиям, компания Интернау пришла к выводу, что эксплуатация электростанций – это дело хорошее, но неплохо бы их еще и самостоятельно строить. И вот такая проба пера. Возможно, состоится именно угольная электростанция в Казахстане. Есть еще газовая электростанция уже в планах. Новоленское – это территория Якутии, но практически на границе с Иркутской областью. Собственно говоря, там уже заранее известны якорные потребители, что в наше время просто редкость. Это Бадайбо – золотоносный район Иркутской области. Это восточный полигон железных дорог. И один из объектов – компания «Алрос». Что такое компания «Алроса», надеюсь, объяснять не надо. Но это газовая электростанция. Здесь речь идет именно о бугнах. У нас сейчас очень много слов сказано о том, что мы будем заниматься газификацией Дальнего Востока. Это правильно. Напомню, что восточная программа «Газпрома» принята еще в 2007 году. Пока она шла исключительно за деньги самого «Газпрома», было не сильно быстро. Сейчас стало немножечко быстрее все это развиваться. Построенная «Сила Сибири» и уже начата работа по Сахалинскому маршруту. В свое время его любили называть «Сила Сибири-3». Газ шельфа на севере Сахалина, через Хабаровский край, через Приморский край в Китае. И совсем недавно было принято решение о том, что будут соединены между собой «Сила Сибири» и вот этот Сахалинский маршрут. Там недалеко, каких-то полторы тысячи километров, все рядышком. На Дальнем Востоке у нас все очень короченькое. Тут от одного трубопровода до другого. Газификация при помощи газоотводов идет. Не сказать, что очень быстро. Все-таки газоотводы – это очень неудобно на самом деле. Удобнее по-другому. Сейчас расскажу. У нас получил газ город Саолковский, он же «Космодром Восточный». У нас началась газификация города Свободный по той причине, что там строится Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комбинат одновременно. Там уже силами «Газпрома» построена газовая электростанция 150 мегаватт. Тоже такая мелочь, но город вполне доволен. Потихонечку идет отказ от угля. И все бы было хорошо, но у нас, напомню, в состав Дальневосточного федерального округа входит 11 субъектов федерации. Бурятия, Забайкалья, начиная вот аж отсюда, Якутия, Магаданская область, Чао, вот там, где Америка, всегда хочется сказать Чао, Чукотский автономный округ, Камчатский край, ну и все, что вдоль реки Амур, Амурской области, Хабаровский край, Приморский край. Как проходила газификация, что в Советском Союзе, что в любой другой стране? Вот магистрального газопровода. Значит, пункт первый. Какие бы программы газификации мы не выстраивали усилиями «Газпрома», Магаданская область, Камчатский край и Чукотка, там не будет магистральных газопроводов. Столица Чукотки, Анадырь, может, конечно, похвастаться тем, что у нее все есть. Это, по-моему, единственный у нас в России магистральный газопровод внутри России. Около 300 километров продолжительность. Разрабатывается. В Анадыре появилась газовая электростанция в аэропорту. Он там немножко отдален, через речку, через пролив, по-моему. Там еще одна газовая электростанция. Вообще все хорошо. Все это было построено некой компанией «Семнев Чукотка» и передано на баланс правительство Чукотского автономного округа. Совершенно бесплатно. Но с учетом площади Чукотки, сколько бы мы Абрамовича и не делали губернаторами, всю Чукотку газифицировать невозможно. Просто по определению. Камчатка. Те месторождения, которые были найдены в советские времена, с буковками П1, П2, прогнозные запасы, достаточно большой объем был. Но когда дело дошло до детальной разработки со стороны «Газпрома», то есть уже в наше время, так скажем, выяснилось, что объемы были завышены кратно. То есть того, что есть, не хватает даже Петропавловск-Камчатскому. Не случайно там сейчас начинается программа газификации за счет СПГ. Ревизионный терминал. Опять же, пытались договориться с «Новотеком», но «Новотек» — это компания, которая добывает газ на территории России, с учетом всех налогов, как в город, не могу сказать, что это приносит такую же пользу нашему государственному бюджету, как добыча «Газпромом». «Газпром» все налоги платит. Проект «Ямао-СПГ» освобожден от налога на добычу полезных ископаемых либо на 25 лет, либо до объема добычи 250 миллиардов кубометров и так далее, и так далее. То есть там и налоги на имущество, другие совсем, в общем, все по-другому. То есть дожить до того момента, когда «Новотек» начнет по полной платить налоги, еще несколько лет потребуется. Добывает он активно, так что вероятнее всего, что до 250 миллиардов доберется достаточно быстро. Попытка договориться с «Новотеком» о том, что за счет «Ямао-СПГ» газифицировать Петропавловск в Камчатске не удались, но так считают, что «СПГ» он должен продавать по мировым ценам. Частная компания вполне может себе позволить. Ну так вот, вот эти три субъекта Магаданской области, Камчатка, Чукотка вне газификации просто поопределению. Забайкалье газопроводов нет, переговоры по селе Сибири два идут. Если удастся завершить, вместе с Бурятией все будет в полном порядке, через сколько лет неизвестно, в среднесрочной перспективе. Если смотреть на единую систему газоснабжения России, действующую с западной Сибири и до западных границ, то у нас на этой территории 27 подземных хранилищ газов. Общим объемом почти 73 миллиарда кубометров. Каждый год расширяются. Все в полном порядке. Самое восточное подземное хранилище у нас в западной Сибири 2,5 миллиарда кубометров больше нет. Идет поиск, идет поиск с 2007 года усилиями Росгеологии. Найдут или нет, неизвестно. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала независимый аналитический онлайн-журнал геоэнергетикой инфы. И слово независимость после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива поиска спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Зене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на спонсор.ру. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект Геоэнергетика.инфо продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание. Здесь не зависит от того, как работает Газпром, не зависит от того, сколько денег на геологоразведку. Либо матушка природа расщедрится, либо не расщедрится. Наиболее распространено найти подземных хранилищ на месте выработанных газовых месторождений, у нас их, простите, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке просто нет. Мы там газ не добывали в советские времена. Никому в голову не приходило, что будет строиться магистральный газопровод в Китай. В Китае в советские времена демонстрировало несколько другой уровень развития, чем сейчас. Я так очень мягко. Поэтому лично у меня есть подозрение, что без строительства новых угольных электростанций дело не обойдется. Просто в силу того, что газифицировать полностью весь регион только за счет компрессора газоотводов и газораспределительных станций просто не получится. Таким образом можно запитать крупных потребителей. В декабре ожидается подключение завода, который строится рядом с находкой, завод минеральных удобрений. Вот туда газоотвод, да, пожалуйста. Есть подписанный договор с руководством еврейской автономной области о том, что будет построен газоотвод в Биробиджам. Соответственно, если удастся это реализовать, то в еврейской автономной области появится свой сектор газа. Но, опять же, в среднесрочной перспективе. Во всех тех субъектах, о которых я говорил, Бурятия, Забайкаль, магистрали просто нет. Магаданская область, Чуколька, Камчатка магистральные газопроводы не ожидаются. У нас более 140 частных угольных компаний, ни одна из них никогда не строила угольные электростанции. Их задача поставлять уголь на внутренний рынок, на внешний рынок в строительстве электростанций, они не отмечены. Так получилось. Подчеркиваю, что Интеррау компания государственная. То есть, у нас есть фиктивные частные собственники, которые умеют добывать, поставлять уголь конечным потребителям. Есть государственная компания, которая, прикупив себе инжиниринговые компании, только что подписала меморандумы и должна выходить на подписание договора с Казахстаном о строительстве угольных электростанций. Нарабатывается опыт, компетенция. У нас нет российских компаний, которые могли бы взять проектируя, комплектуя, строя вот такие контакты на себя. Не исключено, что у нас сейчас появится. Это была одна часть вопроса. Есть еще и вторая. Во-первых, почему на это идет Казахстан? Несколько раз объявлялись тендеры на эти электростанции. Желающих просто не нашлось. Причин две. озеленения на севере Казахстана наверняка должно проходить под лозунгом зеленей, пока не посиняешь зимой от мороза. Второй момент. Используется уголь экибастуза. Экибастузский угольный бассейн. Открыт еще в прошлом веке. До революции был в частных руках. В 18-м национализировали и были уверены, что смогут найти добычу. Не смогли. разрабатываться месторождение начало уже в послевоенное время достаточно глубоко. Чем бассейн характерен? Очень небольшая площадь, 155 квадратных километров и извлекаемые запасы угля более двух миллиардов тонн. Более чем серьезно. Лично у меня вообще Казахстан первая ассоциация, которая в голову приходит после урана по понятным причинам это конечно экибастуз. Несколько слов скажу. Начиная с 54-го года стали выводиться первые разрезы просто номерные раз-два-три с объемом добычи по 3 миллион тонн каждой и в 50-х начал строиться разрез богатырь по-моему очень правильное название нет 60-х году он был введен проектная мощность 50 миллионов тонн угля в 85-м году объем добычи составил 56 с половиной миллионов тонн это мировой рекорд не победы до сих пор с одного месторождения за год 56 с половиной миллионов тонн дальше у нас начинается рассоединение Советского Союза разрез богатырь становится частной компанией из 2008 года управляется совместным предприятием которое на сегодня носит название богатырь камир это совместное предприятие государственной компании республики Казахстан самрук энерго и компанией Русал основные потребители экибастузского угля прежде всего конечно теплоцентрали Казахстана и рифтинская ГРС Свердловская область все 100% уголь экибастузы чтобы было понятно что такое рифтинская ГРС это крупнейшая в России угольная электростанция 3800 мегаватт Росатом и физкульт привет почему у меня это все на кран зашепущего с таким удовольствием об этом рассказываю там в общей сложности 10 энергоблоков все котлы умеющие сжигать угольные бастузы завод имени Роженики за город Подольск так что просто родные до слез чтобы было понятно значение рифтинской ГРС она обеспечивает 40% энергетики Свердловской области это меня в последнее время раздражает что у нас Средняя Азия это в наших СМИ это мигранты это проблема это что-то такое но вообще есть проекты которые никогда не заканчиваются и продолжают существовать и падение сегодняшний расстояние полторы тысячи километров на такие мощности объема угля можете представить в каком количестве идут то есть порядка 32 миллионов тонн сейчас объем добычи на Экибастуде ничего вроде не путаем нет вруб 32 миллиона тонн это разрез богатырь еще 10 миллионов тонн это разрез северный он тоже входит в состав этого совместного предприятия российско-казахстанского российско-казахстанского предприятия то есть можно что угодно говорить о том как выглядит выглядит заявление политиков Казахстана напомню что не дальше как этим летом Казахстан с удовольствием продала акция компания занимающаяся добычей урана на самом крупном месторождении Буденовской у нас таких совместных предприятий по закону Казахстана разумеется контрольный пагет остается у Казатампрома но тем не менее Казахстан это транзит 10 миллионов тонн нефти в год из России в Китай и вообще перечислять эти совместные предприятия можно дисконечно Экибастус вот один из наиболее ярких таких примеров теперь что касается этой Рафтинской ГРЭС построена давно после реформ РАО ЕС имени не к ночи будь помянутого Анатолия Борисовича Чубайса принадлежала итальянская компания ЭНО уголь высокозорный там порядка 40% залыва в этом угле то есть сжигать его отдельное искусство тем не менее ЭНО поменяла всю систему фильтров причем сначала на Сименсовские потом на российские выяснилось что российские с этим видом угля работают лучше улавливают они 99,99% твердых остатков то есть про экологию более-менее понятно и кстати если говорить о том как выглядят проще меры борьбы с загрязнениями это самая высокая в мире в России труба 300 метров дабы если уж что-то появлялось где-нибудь как можно выше это новое оборудование позволяющее бороться с оксидами азота это причина тех самых кислотных дождей и это совершенно новая работа с два бассейна для золы первый полностью рекультивирован на день сегодняшний там деревья уже по 7-10 метров нормальная зеленая площадочка все в полном порядке во второе зола идет традиционным методом вместе с водой и при Эннел появился сухой золоотвал то есть рукавами туда сразу и без никаких проблем в 2020 году то есть еще до очередного обострения в головах европейских политиков компания Эннел Рафтинскую Гресс продала продала Кузбасс разрез углю то есть считаем как СУЭК она ее эксплуатирует и с каждым годом нарастает продажа золы находятся новые и новые клиенты это сейчас соглашение с Автодором подписано туда вниз под дороги совершенно замечательно идет это всевозможная компания занимающаяся производством строительных материалов добавляют бетон и так далее и так далее разумеется годовое поступление порядка четырехсот четырех миллионов тонн золошлаковых вот этих отходов пятьсот тысяч сейчас уже успешно реализуется продавали бы больше но все что вы 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 автомобильным транспортом разумеется просьба к РЖД помогите с этим делом ответ естественно отрицательный собственно говоря для этого и создан так вот имея с одной стороны в своем составе инжиниринговые компании во-вторых опыт работы с рафтинской грез пусть не у интерау но тем не менее у вполне российской компании соек вот в таком с таким багажом знания опыта умений интерау и выходит на казахстанский заказ а с учетом проблем с гостификацией Дальнего Востока я думаю что это тот опыт который России действительно необходим я думаю что тут путь по которому идет Китай новые угольные электростанции в Китае нагрузку на окружающую среду дают такую же какую дают газовые электростанции аналогичной мощности это совсем новая технология и пылеулавливания и очистки золы и другая система использования воды это критические ультра сверхкритические параметры пары это кипящие слои то есть все вместе это в комплекте я думаю что если вот такого рода опыт появится в интерау мы выиграем все хотя вот казалось бы маленький меморандум который должен перейти в обязывающие контракты по строительству угольных электростанций разной мощности в трех городах казахстану ну что ж давай тогда от угольной отрасли пойдем чуть дальше много было новостей но вот среди новостей там газа нефти и так далее затерялась ну не знаю на мой взгляд как-то затерялась новость о том что в русатом еще в октябре закончила работы в таджикистане где занимался рекультивацией площадки по-моему табашар называется где в советское время была велась разработка и обогащение урановой руды вот подробности какие-то по сотрудничеству русатом с таджикистаном хотелось бы услышать так ну даже опять не знаю с чего начать табашар вот если кто-то видел фильм о том как добывался уран для нашей первой атомной бомбы это вот именно то место где урановую руду перевозили на осликах потому что других транспортных средств не было дорог не было ничего не было бомба была нужна это вот все про него про табашар отдельная большая история это село достаточно давнее урановую руду там нашли ну чтобы понятно было это сагдейская область таджикистана таджикистан на всякий случай 93% территории это горы то есть добывать уран там что в те времена что в новые времена отнюдь не самая простая задача уран был найден в 1926 году добывался до 1938 по-моему года добывался для того чтобы мы смогли произвести первый в Советском Союзе ради на тот момент крайне важный элемент стоивший в 200 раз дороже золота использовался в медицине в атомной физике и так далее и так далее добыли и решили что можно отдохнуть в 1938 году но в 1941 началась эвакуация и в числе прочих предприятий которые были эвакуированы как-то так чисто случайно один из флиалов Гири Дмета такой колыбели нашей атомной программы был эвакуирован конкретно в поселок Табашар наверное случайно в 1942 году после выхода постановления Государственного комитета обороны об урановой руде работы возобновились но в тех условиях которые были война отсутствие дорог отсутствие собственно говоря жилья как могли так и добывали ослики ручной труд в буквальном смысле этого слова до 1946 года то есть после войны как только немножечко пришли в себя пришло нормальное финансирование началась механизация и понятно какой дате там все это успевали к 45-му году к 46-му году объем добычи вырос до 70 тонн урановой руды сейчас кажется совсем крохи у нас и первая бомба была такая себе скромная нужно было нужно было торопились сделали что могли шахтную добычу прекратили в 57-м году здесь же отрабатывалась технология скважинного выщелачивания самая экологичная на всякий случай про него пару слов скажу а то вечно у нас господа экологи по этому поводу идея до предела простая если уран ураносодержащая руда лежит слоем значит сверху раствор серной кислоты вторая скважина полученный растворчик выкачиваем не роем ни шахт ни карьеров не пылим не гремим самое страшное слово раствор серной кислоты от этого надо трястись потому что это убивает всю нашу природу и так далее и так далее содержание серной кислоты в этом растворе 3% причем именно кислота является активным химическим элементом который извлекает собственно говоря уран урановую руду то есть где там какой вред это на всякий случай 3% раствор который еще и выкачивается то есть если там что-то остается это уже десятая доля процента и не более того отрабатывалось и в 70-е годы решили что добыли все что могли сделали вид что законсервировали на том и ушли в 2012 году была принята в СНГ специальная межгосударственная программа сейчас название найду где-то же она была программа называется рекультивация территории государств подвергшихся воздействию уранодобывающих производств касается это в первую очередь бывших среднеазиатских республик потому что уран добывали с учетом того технологического развития которое наконец с роковых имелось добывалось в лихорадочном темпе причины были известны либо ты добуешь уран либо ты будешь подвержен демократизации по американским рецептам которые они отрабатывали как известно в Хиросиме и в Нагасаке поскольку мы такого результата не хотели мы реально торопились торопились спешили то что назвать удачной консервацию тоже нельзя руду из которой уран извлекли просто всыпали хвосты так и называется хвостохранилище горные отвалы то оборудование которое было на обогатительных фабриках горно-металлургическим способом методом извлекали уран она тоже радиацию набирает опасен конечно не не вот эти бедные руды то есть урана 238 там не так много осталось но урана 238 хотя у него очень большой период полураспада тем не менее потихонечку распадается радиоактивная гастродома и вот здесь мы обнаруживаем что превышают предельно допустимые констрации с этим надо было бороться по понятным причинам в 21 году то есть совсем недавно топливный холдинг топливный дивизион Росатома ТВЭЛ был признан головной организацией СНГ по этой программе рекультивации земель подвергшихся воздействию уранодобывающих предприятий в 22 году был подписан договор по этому договору работы должны были быть закончены в марте 2024 года закончили тем не менее в октябре непосредственно исполнитель этих работ это центральный проект технологический институт такой внутри ТВЭЛа интегратор технологий связанных с замыканием ядерного топливного цикла это в его активе не только хвостохранилище но и предприятие которое не используется в наших закрытых городах там где шло обогащение урана до оружейного уровня там где шло производство плутония там вот эти производства остаются со всем этим ЦПТИ сражается так называемое ядерное наследие никуда от него не денешься ну и поскольку это проектно-технологический институт есть в него в активе много чего другого интересного например СКИФ сибирский кольцевой источник фотонов это проект ЦПТИ строящийся завод радиофарм препаратов в Обнинске это проект ЦПТИ и так далее и так далее и так далее ждите будет серия интервью я очень надеюсь выйдет либо на геоэнергетике либо Борис Марсенкевич аналитик вот там я все подробности о том как это происходило работа была большая высота отвалов достигала 65 метров их сглазили до 35 метров укрыли специальным грунтом чтобы избежать пыления чтобы защитить от дождевых осадков то есть одна из ветер и пыль это понятно но дождь и вода прошедшая сквозь отвал уходящие в грунт тоже никому не надо грунт разумеется подбирали специально двухметровый слой чтобы надежно закрыть ну и опять же демонтированы все остатки горнообогатительных фабрик все весь крупный лом то есть то что использовалось во время производства немножечко порубили убрали железобетонные ванны которые в цехах были опять же забетонировали закрыли грунтом как они с такой скоростью все это сделали сказать сложно но тем не менее чтобы было понятно в общей сложности было перемещено 1,2 миллиона кубометров грунта вот этого радиоактивного правительство таджикистана работу приняло все в полном порядке какие перспективы дальше в связи с этим в таджикистане малей рахмон в москву приезжал тихонько подписали договор о том что таджикистан приглашает российские предприятия на поиски полезных скопаемых в том числе урана и лития так скажем добыть информацию о подробности хоть каких-то того что происходит в таджикистане не так просто я пытался искать нашел разумеется полезных скопаемых более чем достаточно регулярно международной встречи для приглашения инвесторов будьте добры приезжайте но в списке полезных скопаемых разведки которых предполагается ни разу слова урана и лития не встречались о чем это говорит можно только догадываться раз уж пригласили конкретно на урана и лития будем надеяться что увидим много нового интересного тем более что ЦПТИ Центральный проект на технологический институт филиал в Таджикистане открыл соглашение с министерством строительства Таджикистана подписано тем более что и таджикские специалисты разумеется на работе с этим хвостохранили чем опытно работали достаточно интересные программа межгосударственная отнюдь не закончена все еще впереди ну вот касаясь того соглашения которое подписали насколько я понял это было соглашение в рамках СНГ я так понимаю касается не только Таджикистана не только Таджикистана но опять же вот так сложилось что первое урановое месторождение которое требовалось для нашей военной программы военно-урановой военно-атомной называйте как угодно быстрее всего удалось открыть именно в республиках Средней Азии разумеется проблема не только в Таджикистане я бы даже сказал в Таджикистане их меньше чем в Киргизии причем значительно на территории Киргизии насчитывается 92 радиоактивных объекта на 6 площадках 25 отвалов и 33 хвостсохранилища серьезная цифра серьезная цифра есть объекты просто опасные есть там небольшой поселок Минкуш где собственно говоря 4 хвостсохранилища Талдыбулак Туюксу как это название и дальнее опасность в том что они все на берегах рек сели уже были уже в общем-то тревожно по этому поводу работы начаты в августе этого года планируется что тоже их достаточно быстро удастся закончить кроме того рассматриваются разрабатываются проекты по всем остальным хвостсохранилищам их там много в том числе даже одно торевое у нас был момент когда спецкомитет еще колебался что будет использоваться в атомной энергетике уран или торий торий на всякий случай поскольку спецкомитетом командовал Лаврентий Павлович раз торий нашли то и добывать его тоже стали мало ли а вдруг пригодится разумеется тоже хвостсохранилище почему я считаю что для нас это важно в 2019 году в Киргизии был принят закон запретивший георазведку на уран причина экологическая опасность населения тоже можно понять при таком количестве радиоактивных объектов если Росатом сумеет доказать что у него в активе есть технологии которые позволяют решать все проблемы с местами добычи урана то может быть и настроение в республике будет меняться и может быть все будет иначе о том что далеко не весь уран там найден и там извлечен это совершенно понятно те методы георазведки которые есть сейчас позволяют делать куда как больше результативности так что не все так просто нельзя сказать что мы остановимся третья республика которая тоже потребует вот такой рекультивации затронутых уранодобывающими предприятиями земель это Узбекистан там есть полностью отработанное месторождение соответственно их тоже надо приводить в порядок добыча урана в Узбекистане продолжается он у Сойчева занимает седьмое место в мире по объемам добычи но есть целый ряд хвостохранилищ которые надо уже приводить в порядок консервировали их в 70-е годы опять же на том уровне технологии какого имели насколько это дорогостоящее финансирование общее ну допустим вот работа о которых мы говорили изначально в Таджикистане это 770 миллионов рублей не сказать что что-то сумасшедшее но тем не менее работа потребовалась общая сложность работа около 500 человек около 200 единиц техники ну и Росатом ведет себя как ведет чтобы всем было удобно для поселка построена новая асфальтированная дорога перенесены обновленные линии электропередач я думаю что никто в Таджикистане не остался недовольным появлением Росатома который не только выполнил непосредственно договорные обязательства но и немновичка привел в порядок местность вокруг себя сделала ее более комфортабельной для местных жителей тем более что теперь разумеется принимала государственная комиссия все уровни радиации замерили все перепроверили замещения нет все в порядке газа газа не гида газа а газа Субтитры создавал DimaTorzok